здравствуйте здравствуйте ирина здравствуйте дорогие друзья сегодня ко мне присутствует представитель планеты бурхаб наутияна специалист по энергетическим взаимодействием он готов сказать что знает о этом вопрос здравствуйте здравствуйте мне во первых очень бы хотелось нашу беседу я уже разговаривал с Володей сделать из двух частей первая часть это рассказать именно о бурхабе какие там существуют растения животные если я бы конечно очень хотел написать именно об этой планете скажем сделать такой небольшой сказочный экскурс туда вот рассказать об их сказках и о том кто населяет эту планету какие животные какие растения вот давайте я задам первый вопрос скажите сколько географических зон а на планете бурхат у нас есть арктическая субтропическая там умеренные широты а какие у них наша наша планета расположена в обитаемой зоне звезды но в поясе жизни но на нашей планете гораздо теплее чем на земле поэтому оптический пояс отсутствует присутствие материальной стул тропический и умеренный и на полюсах тоже умеренный пояс умеренная температура ну она чуть плотнее правда но все равно она не как арктическая плоскость и клиптики составляет почти 40 градусов скажите сколько раз существует плоскость и клиптики составляет за счет того что существует резкая смена времена года климатические условия сменяют друг друга более тепло более холодно там осадки меняются но нет таких таких морозов но есть весна осень да лето есть зимы нет более жаркое время на северном и южном полушарии бурхата а есть менее жаркое время и между ними переходные периоды но их не два как у вас а несколько у нас четыре перехода периода и они меняют а самая высокая и самая низкая температура какая на планете так это у вас градусов цельсия сейчас есть зона значит самая высокая температура которая была зафиксирована около 75 градусов цельсия самая низкая температура плюс 12 это плюс 10 понятно а на горах ледники есть да они не такие высокие как на земле нет как бы холмы но они километр два вот два с половиной вот метра двух с половиной тысяч лет а за счет того что хорошо прогревается атмосфера то на такой высоте льды не образуется по влажности у нас климат у нас есть три океана на нашей планете и воздушные массы у нас еще есть влияние на климат то есть мы равномерно есть такие роботы которые в виде ваших метеозондов но они управляют воздушными массами таким образом что в нужном месте идет например дождь и а в нужном месте также дает прохладный микроклимат существует направление погоды существует ли газополния торнадо мы предупреждаем эти явления помощью в том числе переговоров с тонкоматериальные возможности цивилизации и такие явления возможны только на планетах где нет контроля над договором с тонкоматериальным существом я понял то есть у вас получается такая автономная климатическая как сказать цивилизация автономная климатическая установка которая создает скажем так тепличные условия для планеты да наша планета разделена не на климатические пояса она разделена на зоны городская зона природная зона там зона для этих как школьников только для детей где обучаются молодых детей например что-то делать например проходить какие-то природные уроки на природе когда знакомиться с океаном, космосом потом там зона где там космические для встречи там космические гости отдельно у нас есть леса практически не тронутые цивилизации но они искусственно поддерживаются в таком состоянии он мне сейчас говорит как бы ландшафтными дизайнерами какими-то созданными но это все искусственно поддерживают там роботы наблюдают за ним бывает даже вход только по специальному пропуску и по специальным правилам чтобы не нарушать природную идентичность этих мест ну вообще конечно Бурхатпик планета много раз переделана у нее очень много раз менялся внешний облик и практически там вообще не осталось мест куда бы не стухала нога Бурхатса это скорее можно говорить о более нетронутых цивилизациях планеток это наша колония в которой существует достаточно много и в нашей галактике и даже есть за пределами нашей галактики вне галактической колонии а что касается Пикраана и его спутников и планет которые в его системе находятся пригодные для жизни терраформировались еще можно сказать если сотен тысяч лет назад то конечно там вся поверхность занята именно под деятельность цивилизации пустыни, болота, какие-то необработанные поверхности у нас отсутствуют это очень неэкономно и отвечает потребностям цивилизации а есть ли у вас народные сказки и авторские сказки? я поняла про что вы спрашиваете у нас скорее не сказки, а что-то наподобие ваших былин народные сказки, которые вы называете народные цивилизации шутил тот автор который ее услышал и обработал ну раз он ее опубликовал и пускал и кстати если мы берем именно народные сказания они действительно есть на любой планете то есть это какая-то история которая передается из поколения в поколение постепенно обрастая подробности не приобретая новые образы или смыслом то в вариантах одной и той же истории может быть несколько понятно а существуют ли у вас современные сказки? у них это не сказка, у них это просто литература называется да, у вас есть литературная творчка литература у нас есть направление реализма у нас есть направление и того, что вы знаете, фантастика и то, и то но она больше сдвинута в сторону описания, не знаю, духовных миров различных там, зонт и материальных но это не то, что фантастика это продукт контакта что-то вот актер тот бурхалец, который контактирует с поздноидными цивилизациями между духовным миром он это описывает в виде какой-то монографии описание своего опыта но для вас это будет фантастик для нас это просто описание его жизненного пути причем оно может быть без биографических подробностей оно может быть просто в форме описания его мысли например очень похожим образом у вас есть тоже есть писатели современные которые пишут очень похожим образом когда я не знаю конкретных фамилий но я просто знаю таких контактуров есть такие книги которые не жизни описание романа там что он пошел сделал а вот об своих чувствах писать они написаны в разные времена есть старинные произведения но они у нас не произведены в разных священных писаниях хотя там может быть написано в религиозном опыте все это просто в рамке литературы есть у нас записи и жизнеописы есть у нас и та литература которые описывают жизнь на разных планетах например путешественник со своими размышлениями очень востребована литература например акванист то есть о том как развивались колонии какие трудности они там встречали есть сюжеты там космической фантастики в котором обыгрываются сюжеты которых не было на самом деле в реальном мире а просто обыгрываются обписываются и обыгрываются те линии вероятностей ленты времени которые не воплотились если это произведение которое призвано для того чтобы вызвать у читателя какие-то эмоции соответственно говоря поделиться опытом своего сознания можно вызвать эмоции потому что при том когда ты вызываешь эмоции у зрителя или у читателя ты вновь вкусно даешь информацию и она легче усваивается и складывается в его память если это положительные эмоции то есть получается что вас на бурхаде в данный момент для того чтобы писать детскую литературу не хватает здорового духа авантюризма не хватает зрелищности у нас все может дух то есть да бурхадец его дух может отправиться в астральный мир посмотреть просто линии вероятности например летел там космический корабль в вертолет он там миновал какую-то планету а он возвращается в теле и начинает писать например что на этой планете жили существа которые там попытались заплатить корабль какой-либо что из этого получилось вот у нас есть очень известный можно сказать роман в котором описан как раз такой случай когда летел корабль с бурхадом которого не было он не воплотился в реальность по вашему фантастику очень старинный правда может быть ему около десяти тысяч лет но тем не менее он еще и сдается для каждого нового поколения он становится ну современным так сказать все его знают и там идет речь о том как летел корабль бурхада мимо туманности подъезде ориона и в этой туманности была спрятана планета которую не распознали автоматические локаторы корабля они просто были направлены в другую сторону но он сейчас показывает образы у них на подобии фильмов были сняты то есть есть такие только там не актеры играют это как компьютерные да сейчас ну вот и в этой планете существа жили такие существа которые охотились за совершенными кораблями и у них были свои корабли которые как бы ловили эти корабли которые пролетали мимо в такие энергетические сети от которых не было защиты потому что у бурхатцев неизвестна была эта технология там это описывалось какая именно писатель вот так получилось что семь кораблей полетели навстречу бурхатскому кораблю а это был пассажирский корабль на котором было 15 человек там два пилота и соответственно говорят 13 пассажиров в том числе дети небольшой такой пассажир корабль его захватили в эти энергетические сети и заставили насилием заставили сесть на эту планету а ну их не стали убивать а их просто как бы взяли в плен а для того чтобы сейчас вам объяснить на вашем языке для того чтобы стать совершенными и как не отвертый союз чтобы они получили да перенять опыт да перенять опыт то есть но им пригрозили смерти то есть там как бы жили такие люди такие гуманоиды они там описывались были как карлики такие по сравнению с бурхатцами таким темным светом кожи но это как всегда игра на контрасте если бурхатцы белой послезной кожи то их так сказать идеологический противник карлики из такой темы на коричневой кожи но они были астрологов да он миног довольно таки это чтобы усилить эмоцию именно распознавание ну да и так получилось что они пригрозили эти амбригены этой планеты и пригрозили бурхатцам что если они не будут их учить тому что знают сами их по одному будут убивать и на глазах друг у друга а это для бурхатца который читает это произведение является самым страшным что он может представить своей жизнью что из-за него убьют какое-то близкое существо поэтому это может показать для нас как книга ужаса ну это начало произведения а потом что бурхатцы согласились добровольно исполнять это ну как бы не то что добровольно а не убегать ну как бы не улетать от них а добросовестно учить их тому что знают сами и потом там дальше рассказывается о том как каждый бурхатец по слову можно сказать они разъединились и пошли каждую свое племя и тот и потом их стали учить эти бурхатцы стали учить и постепенно они завоевали такое уважение и любовь что стали там вождями создали справедливые законы и у них уже выросли те дети которые были на бурхате и уже с помощью они изучили их бурхатцы изучили эти аборигены с помощью своих там средств которые были на корабле а когда а когда когда на корабль пришел сигнал что их ищут то бурхатцы ну подчиняясь приказу отправили между дважды на союз сообщение что с ними все в порядке и они не требуют помощи просто открыли новую планету и что они остаются по доброй воле ну как бы там исследовать а это разрешало их поюзов да и сейчас это разрешает любой может остаться на любой планине а потом так получилось что они каждый жил в моем плене разобщенные друг под другу бурхатцы окруженные этими аборигенами и они завоевали такое уважение там лечили их больных наставляли их мудрецов что сами не захотели как бы уже их отпускали они не захотели оттуда улетать чтобы создать там общество которое войдется на звездный союз собственно говоря в книге так и произойдет там у нас есть произведение оно основано было на реальных событиях но только там произведения они развивались по-другому вот он говорит про то как открыли планету на которой были про то как межзвездный союз был планету на которой уже была разумная жизнь и когда туда прилетели бурхатцы они нашли там контактера который ну который стал общаться почти так же как это мы делаем на земле просто там была другая цивилизация не такая техническая разница а контактер который там был он стал в тайне он стал как бы так скрывать от своих кураторов бурхатцы и стал общаться еще с другой цивилизацией которая была как бы враждебно настроена к этой цивилизации но она была из тонкоматериального мира и вот этот вот бурхатцы когда об этом узнали они стали как бы конкурентами этих возможностей по влиянии на этого контактера они его подталкивали там к эдикативным действиям к агрессивным действиям чтобы там через него посеять негативные эмоции в этом обществе то есть там серьезно все было у него план этих возможностей ну такое произведение да было сама цивилизация которая там описана не напоминает землю скорее это что-то наподобие рептилоидной цивилизации не субъектно там заканчивается тем что контактер делает выбор сделать поступок противоречащий нормам морали той планеты и попадая он там конкретно совершает убийство по своей семье и его но он хочет покончить жизнь самоубийством потому что наказание за то было что-то наподобие как смертная казнь но да вот как вот смертная казнь только она была отсрочена ему предлагалось сначала ну это такая планета была она была на более низком таком по ступени развития чем убийство там предполагалось сначала принести покаяние бога можно так сказать покаяние жертвы а только потом душу отправляли в духовный мир так сказать и когда там именно в чем трагизм в том что когда о замысле контактера узнали вот эти два бхат которые были его кураторами они пытались ну там идет по очень там много страниц как раз можно описание того как они пытались его переубедить как они там приводили различные доводы как он сначала слушался потом опять отступал в конце концов он пообещал что этого не сделает а потом как его душа потом впустилась на низший уровень и вся эта книга заканчивается тем что после смерти на казни тела его забирают на низший уровень обрабатывается обрабатывается на этот смот ну примерно так она не приводит к понижению вибрации потому что я вам сейчас так кратко рассказала о ее содержании но там считается вообще это довольно светлой книгой потому что там приводятся примеры того как разговаривать что-то есть это что трагический сценарий когда реализовался там было понятно что это выбор того духа но бог его все равно продолжает любить то есть там дается надежда на его повышение об этом разговаривать что возможно мы сделали все что могли но возможно он повысит свой уровень что-то есть такое необычное то чего у нас нет на земле если можно вкратце если у вас грибы если человек пойдет в лес он может питаться скажем находясь в лесу ягодами грибами медом диких пчел я не знаю вот чем-то он может вот так дикая жизнь в лесу чем человек может питаться и какие особенные есть растения у вас я понял необычные растения отличаются от ваших да 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 если да у нас есть такое растение они растут в океане они похожи на ваши деревья с плодами похожими на мелкие орешки но растут они на дне океана у них у них у них нет хлорофилла то есть их листья и ствол черно-коричневого цвета ну не листья а вот такие длинные как образования на концах которых на не концах которых а которых на краях которых как раз и вырастают такие вот плоды это растение это растение называется примерно на вашем языке примерно шури скис шури скис шури скис шури скис шури скис шури скис значит водное дерево его плоды съедобные и бывает что на дне океана оно занимает плантации как вот у вас лес высота этого дерева может быть ну метрах в редких случаях вырастает метод 15 но обычно не превышает 2-3 метров иногда вот такие стволы его необычность состоит в том что оно не требует хлорофилла все полезные все полезные необходимые для себя минеральные вещества оно получает из морской воды из морской воды то есть из океана из дна из отложения дна вот в этом вот его необычность хорошо спасибо скажите у вас есть ягоды грибы если я окажусь у вас в лесу чем я могу питаться чтобы не умеет не умеет да внизу у нас есть аналоги ваших грибов но они больше по размеру и они растут обычно у нас очень большой у нас очень большое разнообразие именно грибов которые растут на день примерно как ваша чага я понял он сейчас показывает как вот такое свол дерево дерево как я вижу в черном сволок но у нас тротовики это называется а у нас тут какое-то длинное такое вот от свола отходит как наш гриб только почему-то загибается вот мне почему-то напоминает это какой то еще то есть это как вот это не то что гриб это может быть похоже на ваш лишайник но он питается сколько недель что касается но он ферментативных особенностей вашего вида она мало подходит вам разве только плоды цветка гизли он показывает как цветок похоже на вандаш только наверно вас пять больше то есть такой вот цветок который вот как цветок вандаша и вот растение примерно доходит и до человеку и там вот такие цветы как вот колокольчики но они вот так висят и из них образуются тоже плоды почему-то похожие на орешки но они это плоские только таких гизли это такие которые содержат необходимые микроэлементы и витамины для человека но из-за большого содержания днем больше чем привычных вам фруктов и овощах для вас незадолго если землянин без защитного костюма окажется где-то в умеренном поясе у нас планеты в одном из без слов можно сказать они все но вот как раз из таких мест планеты которые по искусству поддерживаются дикими он будет не то что удивлен первые две-три минуты он будет удивлен во первых видов нашего солнца которые угора белый степка и она по размеру чуть больше привычного вам солнца можно сказать и небо уже не в голубой цвет а вот такой ближе белым на нашей планете в атмосфере содержится 45 объемных процентов здоровья по объему это почти это в два раза больше привычного процента поэтому будет приспосабливаться первые несколько минут дыханию у него будет ощущение вот ирина была на бурхаде он говорит расскажите физические ощущения во первых у него если он окажется в лесу у него будет ощущение опять же запахов которые будут ему незнакомы не знаю с чем он может их сравнить но те контактеры которые оказывались на экране физически я их сам туда лично возил это было девять человек они мне говорили что из земных запахов я их об этом спрашиваю они мне говорили что из земных запахов почему-то больше он напоминает ванилин ну и бутумисовки тоже вот когда ирина была она по сместному растению напомнили может быть это у вас аналог такой вот так мозг воспринимает незнакомы запахи ваниль ты сказала ваниль да и многие говорили что в воздухе пахнет озоном но это из-за высокого содержания кислорода после нескольких вдохов человеку начинает кажется что сам воздух в него заходит без его усилий а форма деревьев листья вот он мне показывает кора наши деревья преимущественно темно-коричневые черные листья бывают желто-зеленые то есть они как не зеленые как яркие а как ближе к такому видно показывает цвет очень много есть цветков крупных которые ближе вот именно на деревьях растут прямо на стволах вверху ствола показывает какой-то фиолетовый цветок а внутри такой какой-то желтая какая-то палочка как вот орган так у вас есть печеньки и песни только это фиолетовую у фиолетового может быть желтый какой-то орган то есть они могут быть разных цветов она больше удлиненная но есть растения особенно кустарники с мелкими листьями которые там были в круглой или сердцевидной форме опять же ближе к такому светло-зеленому или желтоватому цвету примерно так у меня сразу вопрос ну вот он когда побудет на звезду он уже будет от кислорода у него будет ощущение что все вокруг плывет а то есть у него будет опьянение я помню как меня приглас после собрания после собрания на бурхане когда мне возили на бурхан на собрание между сберзан союза кстати впервые в жизни меня куда-то везут в 2019 году киркетово мне давно обещало вот свозил только вот и когда он меня туда привез да когда я выступала вот это все читала а когда меня жмит обратно привез я пошла туда мне кто-то меня ждал там мне надо было пройти через поле там через лес там это же в деревне он у меня там а я прихожу а он сидел там у одной нашей знакомой я захожу они меня вот так посмотрели вообще не узнал что было они не ставили попасть чтобы попасть поискуту на утром физически нужно иметь причину с ним встретиться именно физически он был ученьком причем его энергия такая что даже бурханец должен проходить подготовку у него энергия от него распространяется такие но он естественно может вот когда он сейчас находится да он от него вискуют такие излучения и ими пропитаны не только он он все пространство эту округу и чтобы там находиться комфортным для себя образом чтобы не ощущать покалывания в теле какие-то повышения изменения вибрации там по чакру чтобы там не было там чувства распирания человеку энергетически очень очень сильным ну конечно христос когда сейчас путешествует по галактике тоже искусственным образом собрался видеть энергию и он влияет с ним можно встретиться сейчас практически любой физически потому что он именно целью путешествует сейчас встречаться по планетам он пролетает мы сейчас следим опять же он сейчас уже покинул планету вот кто как урон был с обвезди большой медведицы и сейчас он направляется в сторону подвезья гонщик-псов будет там суббет посещать а там он вернется с веру что насчет посещение земли или хотя бы и базу не об этом по поводу того что там много кислорода у нас когда было много кислорода на планете земля был гигантизм среди насекомых и животных есть ли гигантизм связи с важным уровнем кислорода у вас на бурхаде среди животных и вот ли животные необычные у вас есть насекомые птицы у нас действительно есть крупные виды что касается необычных у нас есть вид животных сейчас показывает образ у которых примерно выглядят как только за место бигни у них как клешни и нет хобота а есть два рога впереди ну а по биологии он меня сейчас показывает я скажу похоже но если присмотреть это на самом деле там конечно не клешни а это хищник или травоядный это хищник но он питается насекомыми и мелкими млекопитами а гигантские насекомые есть у вас да у нас есть насекомые у нас есть очень большой отряд тропионов ракообразные которые разных расцветок и форм бывают и виды которые имеют зала они живут среди деревьев бывают которые водные виды рыбы у нас есть разнообразных форм что-то наподобие пчел есть у вас которые сырают мед а потом которые люди пользуются этим насекомые они не вот как раз о меде в таком продукте мы узнали имя о том что существует этот продукт мы узнали им на земле у нас опыление растений те которые нуждаются упринь тоже производится насекомыми летающими но они не собирают ничего они наподобие ваших вот у меня сколько показывает как бабочку но у него как прозрачные крылья больше как я ну да но они как крупнее то есть до экземпляра например до 20 сантиметров в длину и с размахом крылья соответственно говоря радость 2 больше вашу душу душу бурхатского народа у вас есть такие я понимаю что это какие-то давние сказки древние сказки наверняка не современные это именно народные сказки вы можете сказать какие-то несколько сюжетов отражающие душу экрана у нас вообще душа если так смотреть она скорее похоже на душу первооткрыватель то есть мы были одни из основателей международного союза 15 миллионов лет назад и соответственно говоря у нас есть новые истории которые были связаны с созданием международного союза с тем первым полетом как космос то есть у нас был очень долгий период в истории когда мы контактировали с другими цивилизациями но еще не выходили сами в космос мы совершали астральные путешествия и у нас было такое правило что космос это такое священное место у нас есть такой образ такой сказки что солнце и по-моему это есть на любой планете где живут разумки сюда у нас очень распространенный был сюжет что то солнце которое мы видим на небе оно является светом Бога в материальном мире и что такое же солнце такое же маленькое солнце есть в каждом и как у солнца существует восход и заказ так у души человеческой существует рождение и свет ну да ну да то есть такое вот у нас было сложно там маленькое солнце там и у вас на небе тут есть там выражение солнышко мое то есть это это очень распространенный именно пекранский символ человека так называют светом солнечком то есть сейчас а мы считали что вот это вот солнце вот это вот выражение божественного света оно как сияет на небе в космосе значит космос это такое священное место которое нельзя посещать ну по понятию наших древних пресков которое нельзя посещать физически тем людям которые внутри не чисты без рации без рации считалось сакральное место а сакральное место да да примерно да сакральное место а без рации у нас считалось например воины насилие какие либо ссоры ненависть и так далее то есть я досчитала внутренней грязью которая как вот облака закрывает сон и считалось у нас неправильным даже подумать о том нашей литературе это отражено в наших историях нашей региозной философской литературе отражено и естественно в романах в поэмах и так далее отражено то сознание что лететь в космос то есть лететь в космос имеет свою космическую технику цивилизацией которая не справилась со своей внутренней какой-то грязью вот без рации грязью считалось это я сейчас перевяжу на русский очень приблизительно слово грязь не имелось в виду осуждение а имелось в виду вот эти вибрации которые закрывали дух то есть вот как грязь укрывает тело она мешает видеть его очертания очень точным словом которое передавало это может быть осквернение то есть примерно при обретении низких вибраций которое которое делало невозможным адекватное восприятие вот этих свет это вот у нас аналогия разница как грязь например на лице мешает видеть его природные красивые там черты да то есть его красоту так вот грязь в лице в душе в духе энергетических как вы говорите оболочках мы просто так не выражались такими терминами да у нас вообще слово энергия принимается по-другому грязь она не должна быть принесена вот в это место священное как вы сказали в космос поэтому у нас был ну почти что можно сказать законодательный даже на каком-то так запрет заниматься космическими полетами связанными с полетами наших там человека гуманоидов космос пока на земле не прекратятся все военные конфликты на земле на бурхане да на нашей планете не прекратятся все военные конфликты и для нас было немыслимо даже подумать о том что какую-то там ракету или там древний какой-то космический корабль использовать как оружие это будет для вас наверное ну так вот для христианина подумать что престолом священника можно убивать было различные представители бурхана обычно начальники базы или значит где-то какие-то специалисты по контактам которые входили в контакты после войны например они могли приниматься за богов это не только в Сухренске твоей женой который был долгое время начальником базы и руководил вообще контактами землян вообще даже с другими целями он дал разрешение на контакт даже с любым землянином физически именно с любой целью я знаю где смитовцы прежде чем брать людей на какие-то эксперименты должны были сначала получить разрешение у него подробно его изложить для чего это нужно даже другой галактик то есть международный союз его поручил именно вот такое вот действие и в начале он даже не жил на земле он жил на Бурхаде потом началось пересидение на то есть он уже перебрался на путисту и совершенно приятно он продолжал посещать Бурхад и международный союз и потом когда он стал специалистом по контактам с молодыми расами сначала молодым специалистом потом потом он стал начальником отдела по контакту с владыми и соответственно говоря под его особой его особой работой оказалась земля он под скажем так просвещение потом эпоха когда у нас сжигали на кострах когда у нас боролись скажем так с ведьмами вы знаете многие эпохи не такой формы не было у нас была эпоха разобщения стран и их войны за территорию то есть за территории за влияние потом у нас была эпоха войн за политическое влияние экономическое влияние потом была эпоха уже не войн о смещении разных правительств не можно сказать таких войн но тихих то есть когда Бурхадед но это было до международного союза до полета Бурхадед который работает в спецслужбе какой-то страны можно сказать государства отдельного он внедрялся под видом Шкеона в спецслужбы с другой стороны там под видом какого-то ее жителя и становился к близкому правителю и пытался его например там сместить или вообще там как-либо его убрать с этого каким-либо образом подговорить жителей чтобы они там тоже была выборная система чтобы они именно выбирали того политика который был вводен в соседней стране ну да оказывал влияние понятно ну вот такие вот у нас были какие-то противостояния на религиозной почве практически их не было так как у нас не было вложено изначально религиозные тексты такого вот текста борьбы то есть вот такой вот эгрегоры наши за время евреем это были религии которые были основаны основном на почитании сон то есть ну что-то наподобие вашего Зероастраисма Зероастра был очень хорошим актером физическим в том числе из Бурхана да и многие вещи он взял из нашей философии то есть но любой огонь который был на Бурхане это было маленькое солнце на на планете отражение вот этого вот небесного огня светила который дает жизнь ему в христианстве это осталось в форме зажигания свечи то есть почитание огня то же самое там уже утратила изначально есть вопрос как горение души уточняющий вопрос можно вы прошли эпоху материализма технократии поклонение техники механичности нет у нас такого и вот такого отрицания именно духовного мира мы такую эпоху не прошли потому что у нас не было тех ученых можно так сказать которые могли бы отрицать существование того что каждый чувствовал что каждый видел и что каждый мог понять обосматривая например даже природу какие-то возможности были атеистические отдельные какие-то там течения но они не были настолько влиятельны чтобы там влиять на науку или на политику у нас не было практически религиозных именно воин которые были связаны с религией у нас были воины связаны с понижением вибраций там отдельного правителя и его народа соответственно говорят сначала народа а потом приходил соответствующий правитель и которые там за какую-то территорию за влияние могли воевать но крупных воин вот за всю историю Бурхада она насчитывает уже больше там 30 миллионов лет то есть крупных воин которых я могу вспомнить которые могли там существовать до истории межзвездных поездов может быть 15 я могу вспомнить сколько там существовало вот этих вот столкновений но потом естественно после вот этих вот это считается эпоха темных веков когда законы позволяли да темные времена да вооружаться против другом а после того как было произведено объединение вот какое-то объединение планеты можно сказать в одну страну но это было единым порывом жителей это было тоже доступление в международный союз довольно быстро ну в отдельных местах вспыхивали можно сказать отдельные восстания националистические был бы как назвали ну их довольно быстро подавили сами жители применяя остатки того оружия ну они сначала надо уничтожать оружие и это началось ну в начале стихийно во многих местах то есть народ стал требовать соответственно говоря от вас культур принятия этого закона отказывались большинстве там военных как по-вашему в армии работали массово отказывались совершать работу на тех заводах которые производили оружие это было все в массовом порядке в конце концов все эти повышения вибрации нашего народа соответственно говоря привело к тому что к власти пришел высоковибрационный правитель который принял соответствующий закон на материальном уровне запрещающий военные действия например вводящие санкции за там отдельные бои столкновения каких-то еще только существовали страны как по вашему государству как отдельных государств если были конфликты переходящие военные действия соответственно говоря силы безопасности как остатки армейской силы только она уже была направлена на безопасность силы безопасности Бурхада были направлены на подавление этой войны где бы она не вспыхнула на планету такие законы были приняты большинством стран и те кто не поддержал им пришлось подчиниться просто под влиянием большинства потому что было объявлено что мы живем на одной планете соответственно говоря должны подчиняться единому закону будут уже стали учащаться контакты тонкоматериальными цивилизациями которые стали объявлять уже можно сказать о себе средства массовой информации то же самое через контактеров только это в массовом порядке было что любое убийство разумного существа любой гнев там и так далее вызывает вспышку не вспышку а как облако темных энергий которые входят в Носферу и его должны перерабатывать те духи да те плазмоиды которые находятся рядом от этого они тоже начинают не то что они не болеют не создают а вот они как снижаются снижаются они тратят на это свою энергию и от этого не остается потенциала для развития примерно так вы гуманоиды поддерживать еще наше развитие в этом состоянии и некоторые из нас переключаются на паразитизм питаясь этими энергиями вместо того чтобы их просто перерабатывать на там повышение плодородия почвы там гармонизацию стихий и так далее это все передавали плазмоиды соответственно говоря на земле я сейчас провожу аналогию это тоже существует то есть плазмоиды цивилизации тоже передают похожие вещи через контактуру на землю не только плазмоиды мы тоже передаем об этом мы тихтян специализация тихта и соответственно говоря международный союз главная задача на данном этапе планы перехода это переходы в новую эру более осознанную в конце которой уже обновлены массой контакт и ваше вступление в резине это повышение осознанности восприятия для восприятия именно того места где мы разделим как божественное пространство и восприятия себя не просто как отделенное и восприятия себя не просто как материального временного тела задача которого наслаждаться благами и создать условия для наслаждения своих детей после всего ухода и своих родственников задача которого быть ответственным за все что происходит на планете и в обществе ответственным значит не бояться наказаний а ответственным значит точно понимать последствия что мы можем сказать что это это что мы можем Продолжение следует...